Как говорилось на прошлой лекции, наша тема – субгармонические функции. Я постараюсь нажимать. Видно так, да? Вроде или точно? Сейчас тут должен быть больше мел, более такой, пожильнее. Значит, мы живем в комплексной плоскости, но то, о чем мы сегодня будем говорить, верно для любого R в какой-то степени. Это по существу кусок из вещественной теории потенциала. Значит, у нас есть область D в комплексной плоскости. И есть функция U, которая определяет N в этой области и принимает вещественные значения и, возможно, минус бесконечность. Вы знаете, что такое непрерывная функция. Но если она обращается в минус бесконечности, то говорить о непрерывности как-то неуютно. Но есть определение полунепрерывности. Мы говорим, что U полунепрерывно сверху, если в любой точке Z нулевое, можно сделать следующее. Взять окрестность дельта вокруг этой точки, взять супремум U от Z, извините, без модуля, когда модуль Z минус Z нулевое меньше дельта, и устремить дельта к нулю. Это значение должно равняться значению в точке Z нулевое. Такое определение прекрасно работает, даже если функция пропадает в минус бесконечность. Типичный пример. Логарифм модуль Z. Он полунепрерывен сверху. Во всех ненулевых точках вопроса нет. Но в нуле он обращается в минус бесконечность, и он уходит в минус бесконечность. Равняется то, что написано. Это маленькая подчерточка. И в каком-то смысле это строительный блок для всех функций, о которых мы будем говорить. Полунепрерывность сверху – это первая часть определения. Теперь все определения. Функция F, функция U называется субгармоничной. Если она, во-первых, полунепрерывна сверху. Во-вторых, выполняется неравенство средним. Значение в точке. Если точка Z0 принадлежит нашей области, и кружочек радиуса R тоже принадлежит нашей области, тогда значение функции в точке Z0 меньше или равно чем среднее по окружности. Интеграл от нуля до двух П У от Z0 плюс R Е в степени и тета до тета. Это определение субгармоничности. И предел, и пример, который у нас был, это логарифм. Но на самом деле логарифм не обязательно ограничится. Если у нас есть F от Z, которая голоморфна в D, то ее логарифм будет субгармонической функцией. Нужно это доказывать. Посмотрите, пожалуйста. Допустим, для простых, что у нее конечное число нулей. Заметим, что если функция U гармоничная, то тут выполняется строгое неравенство. Вы это знаете. Знаете? Извините. Знаете или нет? У вас были гармонические функции? Были? Там есть неравенство? Там есть равенство среднее. Субгармоническая, она лежит под этим равенцем. И мы видим, что это имеет прямой смысл. Если функция F от Z конечное число нулей, допустим, Z1, Z2, Zn, у нее всегда конечное число нулей в круге, который лежит строго внутри области, то мы можем написать, что логарифм F от Z это логарифм F от Z поделить на полином, где полином составлен по этим нулям, плюс логарифм полинома. Не забывайте, пожалуйста, вслед за мной знака модуля. Это логарифм функции без нулей, стало быть, гармоническая функция. Для нее есть неравенство о среднем. А это второй член, это сумма логарифмов модули Z минус Z каты. Для каждого из них выполнено такое неравенство. Так что субгармонические функции это обобщение логарифмов модуля с точки зрения комплексного анализа, обобщение логарифмов модуля аналитических функций. И оказывается, что очень многие свойства аналитических функций не специфичны для аналитических функций, это общие свойства. Первый пример у нас уже был. Давайте посмотрим, что можно сказать о субгармонических функциях. Свойства. Первое свойство позволяет произвести много разных примеров субгармонических функций. Утверждение. Пусть фиатэ функция одного переменного выпукла и неубывающая. Пусть у субгармоническая функция. Тогда можем взять композицию. скажем, В от Z равняется фи от O от Z. Утверждается, что это тоже субгармоническая функция. посмотрите, посмотрите, пожалуйста, почему это так. Давайте посмотрим, что нам нужно доказать, что фи от U в точке Z0 в тех же самых предположениях, что Z0 из D и кружочек радиуса R лежит целиком в области. Меньше или равняется, чем единица на 2П интеграл от 0 до 2П фи от U от Z0 плюс R Е в степени и тета D тета. Это нам нужно доказать. А что мы знаем? Мы знаем вот такое неравенство. для U от Z0 Так что немедленно мы можем написать, поскольку фи монотонно, что фи от U от Z0 меньше равняется фи от среднего от U. потому что мы знаем неравенство для U. Мы воспользуемся монотонностью функции фи, а теперь мы можем воспользоваться выпуклостью этой функции. Воспользуемся неравенством Ейнсона о том, что выпуклая функция от интеграла меньше, чем интеграл от выпуклой функции от среднего. И начало и конец этого неравенства это как раз то, что нам нужно. Вопросы есть? Отступление. Я сидел на листочках как раз когда студенты доказывали формулу Енсена. И они доказывали ее разными чрезвычайно изысканными способами. Понятно, почему формула Енсена очевидна? Как вы ее доказывали? Да. Не нужно писать неравенство дискретное переходить к пределу. Выпуклая функция это супремум линейных линейный интеграл от среднего равен среднему от интеграла и супремум от интеграла в меньшем интеграле от супремума. Вот. Это замечание позволяет нам это замечание про применение функции позволяет нам сразу произвести довольно много новых функций. Например, если У субгармонично, то Е в степени У субгармонично. мы можем взять модуль F от Z в степени лямбда, где лямбда положительное число. Потому что логарифм субгармоничен. Ну и так далее. Так что запас субгармонических функций он довольно большой. Итак, мы продолжаем со свойствами. Я сейчас сразу сотру, чтобы это успело высохнуть. если у нас есть несколько субгармонических функций 5 единицы до N. И мы возьмем их максимум. Они имеют вещественное значение, вы помните. Это тоже субгармоническая функция. Если у нас есть бесконечное число, мы должны быть немножечко более аккуратны. Если у нас семейство у альфа по какому-то параметру субгармонических функций что? Полунепределенность может использоваться. Мы возьмем v от z равное супремум по альфа u альфа от z то этот супремум может потерять полунепрерывность. И чтобы получить субгармоническую функцию нужно сделать дополнительную процедуру которая называется регуляризация. взять v со звездочкой от z главное пределу при дельте стремящемся к нулю супремум v от z это модуль z минус z меньше дельта. Вот это будет субгармоническая функция. Второе что можно еще с ним делать? Ясное дело можно складывать у кат и от z субгармоничны тогда сумма у кат и от z тоже такая. это просто прямое ну подчленное неравенство я не буду его доказывать и на самом деле не обязательно нам только складывать мы можем интегрировать по параметру если у нас есть семейство функций которые зависят субгармонические функции зависят от параметра ну и так далее это все простые свойства и чуть более интересные это принцип максимума вы знаете что логарифм что аналитическая функция не может достигать максимума внутренней аналитической функции не может достигать максимума внутренней грифточки но грифм модуля тоже конечно и любая субгармоническая функция в D Z0 принадлежит D следует O от Z не может достигать максимума в точке Z0 но это следует из теоремы о среднем если в маленькой окрестности в точке Z0 если функция Z0 достигает максимума то она поменьше или равна среднему и нужно рассмотреть множество как мы его обозначим Z из Z которая состоит из функций из точек Z таких что O от Z 0 O от Z равняется O от Z 0 и видеть из полу непрерывности что это множество одновременно является открытым и замкнутым можно написать больше или равняется вот поэтому у нас есть принцип максимума и у нас есть немедленно принцип максимума если функция имеет непрерывно вплоть до границы если O от Z непрерывно вплоть до границы то максимум по D и область компактна то максимум по D O от Z равняется максимуму по границе от O от Z это обычные вещи которые вы видели в случае аналитических функций я не хотел бы очень много об этом говорить вот это самые первые свойства субгармонических функций примеры есть свойства есть вопросы есть это то же самое и мы об этом об этом скажем и мы об этом поговорим чуть-чуть позже для того чтобы об этом поговорить в частности для того чтобы об этом поговорить я хочу вернуться к среднему давайте по-прежнему у нас есть область D есть точка Z0 есть функция U субгармоническая в D и для тех R таких что круг радиуса R лежит в этой области мы можем поделить среднее но есть специальное обозначение я не очень хорош в красивых буквах но это это N Z0 R U единица на 2P интеграл от 0 до 2P но все тоже среднее U от Z0 плюс RE в степени и тета до тета мы знаем уже что это больше чем U от Z0 но я хочу посмотреть как оно себя ведет как функция от R утверждение N от Z0 R U не убывает но до тех пор разумеется пока мы находимся в области я хочу заметить что мы по существу уже доказали это утверждение видно ли где мы его доказали доказательства давайте введем комплексный параметр Z и если модуль Z верняется R мы можем рассмотреть функцию 1 на 2P интеграл от 0 мы при любых Z если модуль интеграл от 0 а черт надо заранее все стирать при модуль Z не больше чем R мы можем рассмотреть вот такую функцию от 0 до 2P U от Z 0 плюс Z умножить на E в степени и θ до θ это уже функция от Z но ясно что она зависит только от модуля Z потому что ну просто это поворот обозначим ее через M от Z и мы знаем что первое она зависит только от модуля Z собственно она равняется N Z 0 это читабельно модуль Z U а во-вторых она субгармонична под Z потому что ну потому что эта штука субгармонична под Z и мы проинтегрировали по параметру это значит что на окружности меньшего радиуса она постоянно на этой окружности она меньше чем на окружности большего радиуса иначе принцип максимум пропадет и это значит что это выражение возрастает так что мы доказали что средняя растет таким образом мы знаем что эта штука средняя по окружности когда R растет убывает а что происходит когда R стремится к нулю тогда это среднее что я там пишу Z0 RU стягивается значение функции O от Z0 ясное дело оно всегда больше чем O от Z0 но с другой стороны функция полунепрерывно сверху и она не может от нее далеко уйти и эти два обстоятельства и эти два обстоятельства позволят нам доказать следующее что каждая субгармоническая функция если O от Z0 если O от Z субгармоническая функция она вообще говоря не обязательно гладкая у нас есть пример логарифма существует последовательность O от Z0 субгармонических функций которые такая что во первых они бесконечно гладкие во вторых O от Z0 монотонно стремится к O от Z0 но конструкция ожидаемая всегда когда мы хотим приблизить какую-то функцию гладенькими мы должны свернуть с шапочкой давайте рассмотрим функцию я не знаю Fiatr вот такую она равна единице а не важно к чему она равна она обращается в 0 при R большем единице и площадь под ней тоже равна единице она у нас будет играть роль шапочки и рассмотрим свертку у nt от Z равна у свернутая с чем если я рассмотрю давайте обозначим фи nt от T равняется n фи от nt эта функция будет сосредоточена на отрезке от 0 до 1 на n и площадь под ней все равно будет единица и рассмотрим свертку у nt от Z это у свернуть с фи nt от Z нехорошо я пишу извините мне нужно чтобы функция была определена во всей плоскости а эта функция определена на положительной оси извините мы напишем фи nt от Z от Z верняется n фи от n модуль Z так чтобы эта штука что тогда надо писать n квадрат вот и рассмотрим свертку у свернутая с фи n от Z это вот что такое интеграл под D будем считать что все принято во всей комплексной плоскости не очень важно чтобы не думать при n равном единице площадь под графиком все равно равна единице именно поэтому было сказано что нужно писать n в квадрате потому что ну давайте посчитаем площадь интеграл модуль Z меньше или равняется единичке на n она живет на в круге радиус единичка на n фи от n Z D rho D это равняется интеграл от нуля до 2 пи интеграл от нуля до единицы на n фи от n rho что да мы перешли к полярным координатам конечно роды равняется 2 пи отсюда тут сделаем замену n rho равняется t у нас будет стать единица на n в квадрате интеграл от нуля до единицы фи фи от t t d t так буф значит давайте потребуем чтобы это значение равнялось единице что не слышу единицы делить на 2 пи чтобы спорить вот и тогда площадь под этим будет равна средний от фи n будет равна единице ну хорошо кто бы спорил это равняется o от z минус z и n z d z давайте сделаем замену перемен n квадрат интеграл по c o z минус z подставим наше значение фи от n модуль z тут площадь должна стоять dm z да фи от n z dm z это пока что просто замена перемена а теперь вот это новая переменная это мы получим интеграл от c u от z минус это поделить на n фи вот это dm это правда теперь давайте сделаем такую же замену переменных как было раньше перейдем к полярным координатам мы получим интеграл от 0 до 1 интеграл от 0 до 2 пи у от z минус ро на n извините минус ро е в степени и тета поделить на n d тета а эта штука зависит только от модуля это что z не надо никак переписывать умножить на фи от ро ро дыру но теперь посмотрите это средняя по окружности радиуса рона n когда рост стремится ух ты когда рост стремится к единице когда n стремится к бесконечности это стремится у оставшийся интеграл равен единице оно монотонно если быть очень аккуратным нужно воспользоваться тем что оно монотонно стремится к точке u от z и воспользуется теоремой о монотонном переходе под знаком интеграл если быть совсем аккуратным так что ну и конечно нужно заметить что каждая такая функция бесконечно дифференцирован потому что все бесконечно дифференцирован если у нас функция таким образом чтобы изучать субгармонические функции можно заняться нужно действовать следующим образом во-первых заняться гладкими субгармоническими функциями а потом переходить к пределу очень хорошо пусть у субгармоническая функция и мы знаем что она гладкая пусть она имеет две непрерывных производных тогда сказать что усып гармонична это то же самое что сказать что я лапластиан положитель не отрицатель давайте докажем это это утверждение давайте попробуем это доказать опять я сотру чтобы оно успело высохнуть давайте докажем в одну сторону сверху вниз для начала это совсем очевидно потому что лапластиан это локальное свойство напишем разложение для функции зафиксируем точку z0 из области и посмотрим что будет происходить в окрестности этой точки я запишу z в виде z0 плюс x плюс и y и разложу функцию в ряд Тейлора по x и по y у вот z равняется значению в точке z0 плюс производная по x ну я не буду писать точке z0 умножить на x плюс производная по y умножить на y плюс uxx плюс одна вторая uxx x квадрат плюс одна вторая uy y y квадрат плюс ux y x y плюс о малое от r от модуля z что от r в квадрате спасибо да ну и что происходит когда мы усредняем если мы а может лучше так написать послушайте я же вас все время обманывал а вы со мной все время соглашались это же не есть среднее нет это есть среднее это все среднее среднее хорошо что происходит когда мы усредняем давайте рассмотрим интеграл от 0 до 2 п u от z к 0 плюс r и z это у меня будут следующие слагаемые 1 на 2 p u от z 0 я интегрирую константу интеграл от 2 слагаемого u по x я могу вынести у меня у меня есть интеграл от 0 до 2 p x это r косинус тета до тета и это равняется нулю интеграл от равен 0 по той же причине и по той причине и равен нулю интеграл от четвертого слагаемого у меня будет произведение синус косинус это синус двойного угла и интеграл от него равен нулю ну а это слагаемое будет меньше чем все остальное что же у меня останется у меня останется вклад от этих двух слагаемых у меня будет одна вторая r квадрат интеграл от 0 до 2 p опять производное вынесу за знак интеграла косинус квадрат d t плюс у y интеграл от 0 до 2 p синус квадрат t d если быть аккуратным нужно писать еще единицы на 2 p ну так в сумме эти оба интеграла одинаковые чему они равны кстати p конечно потому что в сумме они равны единице и мы получаем 1 четверть r квадрат у x x плюс у y это лапласиан таким образом у нас получится следующее единица на 2 пи интеграл от у z 0 нет тут не видно единица на 2 пи интеграл от 0 до 2 пи у от z 0 плюс r е в степени и тета d тета равняется u от z 0 плюс что у нас там получилось ну примерно r квадрат на 4 дельта плюс у малая от r в квадрате и для того чтобы левая часть была больше чем правая для того чтобы левая часть была больше чем u от z нулевое мне нужно чтобы дельта u было положительно не отрицать так что в эту сторону это просто ряд тейлора а как в обратную сторону маленькие кружочки в маленьких кружочках у нас есть неравенство под таким же соображением а в больших кругах какую да то есть нам нужна формула грина конечно упражнение наказать в обратную сторону подсказка формула грина мы должны взять две функции я напоминаю что формула грина имеет такой вид интеграл по области u дельта v минус v дельта u по какой-то области я не хочу пользоваться той же буквой d а dm равняется интегралу по границе a u dv по dn минус v v du по dn правда но u это наша суб техническая функция я восстанавливаю картинку это наша область d это точка z0 и мы должны доказать неравенство средней для большого круга центром z0 лежащей в этой области мы знаем что u гладкая мы знаем что дельта u больше или равно нулю нуля и мы знаем что для маленьких кружочков уже потому что мы сделали такое рассуждение неравенство выполнено нам нужно доказать вот такое большое неравенство в среднем мы хотим воспользоваться формулой грина u это u а v это что давайте посмотрим желательно взять что-нибудь во первых во первых что такое а есть предложение давайте посмотрим браво или константии поменьше нет конечно что взять а во первых подумаем что нам нужно от v от v нам нужно чтобы дельта v нам не мешало мы знаем что дельта u положительно а вот что с этим делать непонятно значит нам желательно чтобы дельта v равнялась нулю во вторых нам желательно чтобы интеграл по границе нормальная производная по границе была константа а в третьих нам нужно чтобы область а была выбрана так чтобы получилось чтобы границе было вот такой круг вот эта окружность так вот область а колечко радиуса эпсилен с центром z0 и радиуса r с центром z0 это вот такое да вот функция v внутри этого колечка она гармонична и производная по нормали здесь и здесь на внутренней и внешней окружности постоянно но теперь пожалуйста окончите доказательства логарифм модуля я что пропустил нет это очень это очень прямые я не знаю лучше ли получилось вот таким образом если функция непрерывно если функция гладкая то ее то ее лапласиан равен ее лапласиан положителен давайте возьмем u от z субгармоническая функция мы предположим что она принесет c2 и тогда дельта u давайте его как-нибудь обозначим f плохая буква a от z неотрясательная функция вы видели это вы решали такое уравнение это уравнение поассона поэтому u от z равняется единице на 2 π интеграл ну по какому быть давайте сделаем аккуратно чтобы у нас не было вопросов с расходимостью интегралов вот это наша область d она может быть вообще говоря бесконечна не неограничена давайте возьмем подмножество d штрих которое компактно вложено в d и тогда на компактном множестве u от z может быть представлено в виде интеграла от a от z это место нужно я сотру здесь при z к недвижащим d штрих u от z это единица на 2π интеграл a от z умножить на логарифм единица на модуль z минус z это меру это то как вы решали уравнение по осу я не пишу не хочу писать интеграл по всей d потому что я не знаю сходится этот интеграл или нет но если a непрерывная функция логарифм имеет очень маленькую особенность d штрих ограничено то вопросов сосходимости не возникает пусть теперь у от z произвольная субгармоническая функция тогда у от z тогда мы можем выбрать последовательность у n от z которые сходятся к у от z так чтобы каждая у n от z принадлежала c2 или была бесконечно дифференцируема и у каждой у n есть свое a n от z лаплася и каждая из у n от z представима в таком виде мы напишем это представление в таком виде у n от z равняется интеграл по d штрих логарифм единицам модуль z минус z d mu n z d mu n неотрицательная мера единица на 2пи d dm равен единица на 2пи a n от z z умножить на меру либега вы можете проследить за конструкцией я не хочу этого делать эти мерли монотонно убывают и как монотонно убывающие последствия меры не имеют предел какой-то мере мю от z которая вообще говоря уже не является абсолютно непрерывной перейдя к пределу мы получаем следующее утверждение называется теорема риса у представления субгармонической функции у нас есть область d вообще говоря неограниченно у нас есть функция u от z субгармоническая в d тогда существует мера мю такая что такая что какова бы ни была область d штрих компактно вложенная в d у от z имеет представление интеграл логарифм минус или плюс я где-то набрал плюс гармоническая функция h от z единственное у нас есть монотонная убывающая последность меру сейчас я скажу я повторюсь сейчас я сказал что можно увидеть что меры монотонно убывать я этого не доказывал и сейчас я скажу то что хотел сказать после я не доказывал что меры монотонно убывают Потому что это место можно обойти, и сейчас я это сделаю. Если разговаривать на языке обобщенных функций, тогда мне не нужно ничего проверять. Тогда мне не нужно... Только я наврал знаки где-то. Все-таки мне нужно так написать. Мы же знаем, какой он логарифм голоморфной функции. И это значит, что я наврал в знаке, когда решал уравнение Пауссона. Правда? Думаю, что правда. Давайте обойдем это рассуждение с убыванием мира. То, что по существу происходит, это именно убывание. Формальное рассуждение такое. Рассмотрим функции у от z. Мы не знаем, что она дифференцируема. Но в обобщенном смысле дифференцировать можно все, что угодно. Поэтому рассмотрим ее лапласян как обобщенную функцию. У вас были же обобщенные функции, да? Он на тест функции действует следующим образом. Интеграл у, извините, а дельта фи. Но у – это предел гладких, мы уже знаем. Поэтому я могу написать здесь предел при n, стремящемся к бесконечности, интеграл у n дельта фи. А тут я могу дельта вернуть назад, потому что у n гладкая. Интеграл дельта у n фи. И это положительный товарищ. Так что это все неотрицательно. Стало быть, вот это неотрицательно. И у вас была теорема о том, что любая положительная обобщенная функция порождается мерой. Было-было. По-моему, она тоже называлась теорема риса, но я не уверен. Вот. Я не хотел приводить только это рассуждение. Потому что это формальное заклинание. Существо-дело заключается в том, что каждая гладкая функция, гладкая субгармоническая функция, представима в виде меры. И эти меры приводят к мере мю, которая порождает нашу субгармоническую функцию. Конечно, я прошу прощения, наврал в знаки. Ой-ой-ой. Вот эта мера мю называется мерой риса. Субгармонической функции. И на самом деле это наш хороший знакомый. Посмотрим на примерах. То он должно зазвонить. Или я использовал будильник. Я верю в свой будильник. 10.35, а сейчас 10.33. Извините. Я все время сбиваюсь со временем. Поэтому... А вам уже не втерпешь. То есть, я не то же, я имею в виду, просто сильно это все медленно очень. Эта мера наша хорошая знакомая. Если у меня есть f от z аналитическая функция, как мы уже говорили, с нулями z1, z2, zn, тогда f от z равняется полиному от z умножить на g от z. g это функция без нулей. И p от z это произведение z минус z1 z минус zn. И когда я беру логарифм модуль f от z я получаю сумму логарифм модуль z минус zj он не останавливается. Плюс логарифм модуль f от z это гармоническая функция. А это как раз интеграл такого вида, как у нас был. А мера это сумма дельта мер, сидящих в точках z. И тут, между прочим, понятно, почему я беру конечную сумму. Потому что, вообще говоря, если у нас есть область, то нули могут накапливаться границы. И это представление имеется в той области внутри, так, чтобы мы исчерпали все нули отсюда, а снаружи нули, быть может, есть. Это представление находится в той области, откуда мы взяли нули z1 zt. На границе нужно проявлять некоторую аккуратность. Вот. Продолжение следует...